Он сидит на мосту с внесопущенной головой. Глаза голубые, выцветшие почти без рачков. Он слепой. Такое может случиться с каждым. Можно быть умным, трудолюбивым, деятельным и стоять с протянутой рукой. Такая судьба, я не ждал такой. Вот Бог меня. Я думал, что напрасно он меня наказал. Потому что я доброе делал любого человека. Даже собаку я не обижал. Около 20 лет Василий работал жестянщиком. Все время имел дело со сваркой. Два года назад он полностью ослеп. Помочь государству Василию не может. Прописан в Молдавии. Здесь остался с больной женой. Жена болеет. У нее давление на 180. Целец урка у нее добыт. Она тоже не работает уже? Она откуда работает? Она упадет. Врачи вынесли заключение. Повреждена роговица глаз. Нужна операция. Он говорит, что сейчас самое главное – заработать на дорогу. По его словам, сделать операцию в Москве стоит около 150 тысяч рублей. В Молдавии – дешевле. Смотрим документы. Сокол Василий Иванович. 45 лет. Подпись врача-офтальмолога. Печати нет. Правда, это история или нет, достоверно сказать никто не может. Но подозрения вызывает. Например, из его слов можно сделать вывод, что родственники за два года не могут собрать средства на билет. На что он сразу дает другую информацию, что оперироваться все же лучше в Москве. С цифрами у нищего тоже путаница. Операция для него в Молдавии то дешевле, то дороже. То 2000 долларов, то 300 тысяч рублей. Фамилия, которой он представился, не совпадает с той, что в документе. Как, впрочем, и год рождения. С его адреса нищий не знает. И по его рассказу, забрать его должна жена. Та, что падает от давления. Спасибо. Два копейки. Сейчас поеду лекарство. С кем поедет Василий, никто, разумеется, не скажет. Ведь за лишнее слово могут и убить. Марина Познякова, Александр Ожевский, телерадиокомпания «Щелково».